А, кстати, кнопка сделать себе чай ничего не делает, она, ну, просто напоминает, чтобы ты сделал себе чай Очень полезная и функциональная кнопка, хочу сказать Майни, мы с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на Кингдэм, его новое видео называется Я сделал игру, в которую можно поиграть только один раз Интересно, что это за игра, понадобится смотреть Так, мне не нравится вот эта игра, то, что у неё там сразу револьвер Что-то плохие какие-то намёки Я сделал игру, в которую можно поиграть только один раз И если ты проиграешь, ты больше никогда не сможешь поиграть в неё вновь Видите ли, в любой игре поражение не имеет никакого значения Ну да, ты проиграл, и что, ну снова поиграй, ну может быть в этот раз и выиграешь Смочно А что если, проиграв, ты больше бы никогда не смог поиграть в неё вновь Ну, в принципе, есть же хардкор режимы, когда ты теряешь персонажа Так что там смерть много чего значит, например, там Passive Exile, Diablo, Minecraft, Камир Киряется Ну много игроподобных есть Это другое дело Пояснительная бригада о геймплее Вас и какого-то рандома, ну или можете друга позвать Привозят в лес в какую-то избу Далее высадитесь друг перед другом А после чего играете три раунда в русскую рулетку И с каждым разом добавляете по одному патрону в револьвер Выиграл, у тебя будет истинно Позитивная игра, отлично вообще, ну... Слава, и признание, и ачивки, и дева... Стоп, что... А проиграешь? Тебя кикнут из игры навсегда А если запустишь игру снова, то на главном экране будет надгробие с твоим ником А ещё игра будет синхро... Синхро... Синхронизироваться с твоими часиками на компьютере Так что ещё и прифигачим точное время твоей кончины в игре Ха-ха-ха-ха-ха И всё Ты лично будешь смотреть на своё надгробие Грустная концовка Эх... Бэт энд, бэт энд Как бы сказать-то... Я всё пытался клонировать Артёма, но... Увы, наши эксперименты не увенчались успехом Фу, 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 фу Лезь обратно, лезь обратно Поэтому в этот раз мне создавать игру будет помогать новоиспечённая студия Red Star Games Что они, что я пока ноу-нейм в игровой индустрии Но ребята стараются и сейчас работают над игрой по мотивам сверхъестественного Так что пока они будут заниматься... О, не, ну прикольная такая совместная работа Это классно, на самом деле Моделированием, анимациями и прочими з***кими вещами Я буду делать менюшку игры Почему во всех современных играх такая убогая менюшка игры? Вдумайтесь, в 2005 году ныне покойная легенда Medal of Honor Имела вот такую менюшку игры Да, прикольная Ещё хорошая менюшка, кстати, не знаю почему не вспомнил Это метро Вспомните, какая метро прикольная тоже Стилизованное меню под метро Даже далеко за примерами ходить не нужно Та же серия игр метро, когда... Ну, видите, мы читаем, тут другая мысль Каждая кнопка анимирована Ну круто же Я залетел, как обычно, в Минджорни И написал рабочий стол в советском стиле 50-х годов Олдскул, олдскул Чтобы там был светильник Старый телефон Ну вот этот, который с колёсиком А яхоза, как он называется Часы И всё это в темноте И в итоге из 80 вариантов Я выбрал вот этот И закинул в новый фотошоп Тоже с нейронкой Я убрал весь лишний мусор со стола Я даже хоза, что это? Добавил чашку чая Сгенерировал кубок А потом поймёте, зачем Далее я снова залетел в Минджорни И сделал документ в стиле рисовок Леонардо да Винчи Который объясняет правила игры в русский рулет И положил его на стол А ещё добавил телефон И тоже положил его на стол И теперь нам нужно вырезать каждый объект Который будет анимирован И залетаем в After Effects В первую очередь я поменял фотку часов На анимированные часы в том же стиле И всё работает После чего, ну типа тут тёмная комната И светильник горит Значит, ну, по-любому будет видна пыль Поэтому я добавил пыль После чего я добавил вырезанные фотки на фото И тупо анимировал их И добавил некий эффект Не, ну это крутая работа На самом деле На самом деле это довольно муторная И рутинная скучноватая работа Но суммарно это, конечно, надо иметь знания Чтобы это сделать хорошо И уметь таки представление Добавил на бумагу физику полёта бумаги Добавил небольшой дымок на чай Ну типа чай горячий И вибрацию на телефон Где ты этому всему научился? А, ладно, так и быть, скажу Как вы уже могли понять из моих видосов Разрабатывать игры нифига не просто Это всегда большой труд Но с другой стороны Это суперинтересно Ну это автор покушает Автор покушает Это одобряемо А вот этот автор тоже покушает Я антимайни Я очень зол Я украл вашего глупого блогерка Потому что Потому что я появился в магазин И я должен получить у него скидку И это было бы правдой Но в майни шоп уже скидки Поэтому, ребята, донаты Стим пополнение Всякие геншины Приходите, смотрите Ссылка в описании А мы продолжаем смотреть видос Ну и чтобы игроки не путались Какая кнопка отвечает за что А я добавил пафосный Анимированный текст В самый центр фотки В стиле Сейчас дается добавить звуковые эффекты И спустя два дня без сна Вот результат Прикольно Она, ну, просто напоминает Чтобы ты сделал себе чай Очень полезная Функциональная кнопка Хочу сказать Заодно я решил сделать аутро Ну, если вы проиграете Я в Минджорне сделал фотку на гробе Чуток подправил в фотошопе А после чего в авторе Добавил эффект тумана и пыли И все Остается добавить сюда Никитату проигравшего Раз уж у нас уже есть менюшка И аутро А что насчет геймплея Пару слов о сюжете Угу У нас на этот раз он есть Я им вдохновился Когда смотрел документалку Про Северную Корею Короче По сюжету в вымышленном мире Все работает как феодальная иерархия То есть Один процент Который всем управляет Четыре процента элиты Которые служат Одному проценту Но зато управляют Всем девяносто пяти процентом Населением крестьян Рабов Называйте их как хотите У них все равно прав нет Одним процентом стать нереальным И можно только родиться Но Зато Можно вступить в эти четыре процента Ибо раз в год Этот добрый один процент Организует ивент Где вы можете посоревноваться В русскую рулетку С другими крестьянами Какой приятный ивент Какой приятный ивент Вообще Супер Ивент невероятный Одного миллиона участников Побеждает только один Ну это типа как Колизей в Риме Чисто развлечение для одного процента Ну и собственно Это же сценарий Из голодных игр Там не так было Там по другому было Да кому ты рассказываешь Я что не смотрел Голодные игры Просто скажи Что там по другому Вообще было И все не надо Но Получилось Там не так было Успокоился Ну и в общем Победители сражаются С победителями Пока не останется Только один Пока я делал меню Пацаны сделали Очень красивую комнату Домик И сделали Огромный лес С кучей деревьев А также сделали Синематик А я хотел как варзоне Когда ты попадаешь в гулаг Тебя бы два солдата Насильно бы тащили К домику А но Но я забыл сказать Что да Как бы у крестьян По сюжету нет прав Но Как бы участвовать Или не участвовать Они все таки Могут выбирать сами И их никто не заставляет А раз это добровольный выбор Ну Глупо было бы Насильно кого-то Куда-то таскать Поэтому вас И другого игрока Привозят в лес И игра будет начинаться С того что Два солдата Вас сопровождают Выложу альфа версию Свою телеграм Ну пафос Пафос Вы что не подписаны На мою группу в телеграме Это выпущение Выпущение Ксм у меня есть Тоже в свою группу в телеграме Тоже выпущение Если не подписаны Ребята Ну Ха И не так Ты ее только вчера создал Молчи Подписывайтесь После чего Вы и другой чел Ну или ваш друг Будете играть В русскую рулетку По очереди Добавляя при этом По одному патрону Каждый раунд А увы В альфа версии Мы пока не добавили Анимацию перезарядки Ребята уже два месяца Делают анимацию Перезарядки револьвера И Видите ли Я хочу чтобы перезарядка Была медленной И реалистичной Не как в РДР 2 В РДР 2 Все как будто Бум-бум-бум-бум-бум-бум А ну Тут челы по сюжету Никогда оружие В руках не держали Как они могут Все делать так быстро Следующей фишкой Которой я добавлю Это Объявление Каждого раунда Через динамик В домике А я эту фишку Стырил из Джона ВК-4 Также в зависимости От проигрыша Или выигрыша В конце будет показано Стата Этой осмотров Варфейра А кстати про Регдол В игре у челиков И даже у револьвера Есть физика Так что каждый проигрыш Анимируется Абсолютно по-разному Но еще мы сейчас Добавляем лицевые анимации И голосовой чат И Нам остается Добавить звуковые эффекты Капец Это чисто на один раз Зашел Проиграл До свидания Прицеп Наигрался Ачивки Не буду спойлерить какие Голосовой чат Пофиксить баги И релизнуть игру Если бы я играл в эту игру Я проиграл бы в самом первом Все Ну на этом был бы конец Вот она игралась Зато это было бы Самым быстрым прохождением Ребят Я надеюсь Игру выпустим в этом месяце До этого выйдет Вторая часть этого видоса А пока что Все складывается хорошо Но я не смог Убестить все в одном видео Ввиду того Что нам еще Многое надо сделать И довести до ума Доделать анимации Да и увы Создание игры Особенно вот такой Которая должна быть Просто отполирована Как швейцарские часы Требует большое Количество времени Мы, к слову Начали делать ее Еще в августе Так что да Поиграйте в Альфу Ссылка будет в телеге Если у вас есть Какие-нибудь крутые идеи Или что можно Делать лучше Я буду рад их услышать И надеюсь Игра получится Реально интересной Всем огромное спасибо И всем пока Ну то, что у нас сегодня На один раз Это печально Это печально Было бы прикольно Если бы на сайте Была бы не на один раз А имеется ввиду то, что У тебя есть как бы Главный герой И у него есть стата И она начисляется И когда ты погибаешь У тебя просто Появляется новый Главный герой И типа снова Начисляется стата И потом можно будет Посмотреть всех своих Главных героев И как у них Типа Все это работало Подобно я по-моему В какой-то инди-игре Было Про рыцарей Забыл Как называется С головой улицы Вот это понимаю Как реальная жизнь Ребята Так же работает Вот такой вот Ситуация Ребята Переходите Подписывайтесь На канал Кингдем Обязательно Подписывайтесь На мой канал Мне было бы очень приятно Всем удачки Всем пока Пау